26 апреля годовщина аварии на Чернобыльской атомной станции. За дня этой трагедии прошло 26 лет. Вспомнить события этих дней пришли к памятному знаку ликвидаторы аварии чиновники и духовенства. Их всех объединила одна скорбная дата – 26 апреля. Суммарный выброс радиоактивных веществ в результате аварии на ЧАЭС составил 50 миллионов кюрий. Это как если бы одновременно взорвали 500 атомных бомб Хиросимы. На ликвидацию последствий были брошены более полумиллиона человеческих жизней. Они были молодыми, талантливыми. Они были и верили в лучшее будущее, строили планы. А сегодня их с нами нет. Они ценой своей жизни спасли каждого из нас. И наш долг – молить Бога об этих людях. В ликвидации аварии принимали участие почти 17 тысяч запорожцев. 10 тысяч – уже нет живых. Вот вдовы и матери держат портреты своих погибших мужей и сыновей. Тогда, в 86-м, Станислав Байербаш работал медиком на скорой помощи. Вспоминает, как ночью пять машин подняли по тревоге и погнали в Чернобыль. Оттуда вывозили беременных женщин и детей. От радиации спасались таблетками. Кто ничего нам не говорил, нам только таблеточки давали йодистые пить. Многие из ликвидаторов умерли почти сразу. Тем, кто выжил, государство обещало немыслимые по советским меркам льготы. Еще недавно свои права чернобыльцам приходилось отстаивать в суде. Но последнее постановление Кабмина фактически ликвидировало такой вариант получения повышенной пенсии. У нас же это все изменили и в настоящий момент платят практически чернобыльскую пенсию в четыре с половиной раза мне меньше, чем положено. То же самое делают с нашими социальными выплатами. Чернобыльцы достойны того, чтобы держава помнила, с благодарностью вспоминала их имена. И у державы нет будущего, если она не выполняет своих обязательств перед согражданами. Сообщения об аварии появились в печати спустя 36 часов. Первомайские праздники гуляли, как ни в чем не бывало. Сейчас, говорят, такой аварии не может быть в принципе. Я хочу заверить всех, что сегодня атомная энергетика Украины работает надежно и стабильно. Запорожская атомная станция работает надежно, стабильно. В годовщину катастрофы чернобыльцам снова обещают квартиры и повышение пенсий. А пока в память о тех, кого уже нет, звучит последний салют в минуту молчания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова